По волжским просторам и волнам, по следам великого художника. На картинах Александра Баканова запечатлен визит экспедиции Ильи Репина в Ширяево в 1870 году. Тогда известный русский живописец искал вдохновение для своих работ, а самарский автор запечатлел этот процесс. Сюжеты для своих картин Александр подчеркнул из книги Ильи Репина «Далекое близкое», где целый раздел отведен к периоду его пребывания в Самарской губернии. Работа над циклом, посвященным 150-летию экспедиции Репина, у Александра заняла два года. Нужно учитывать, что я и отвлекался на другую работу. И когда работа не отпускает, идет хорошо, и ты видишь воплощение какого-то своего замысла, мыслей и душевных наклонностей, получается работа. Она идет быстрее. В здании Самарской губернской думы представлено 30 работ Александра Баканова. Среди них и небольшие этюды, и графика, но главное место в экспозиции занимает двухметровое полотно, на котором Илья Репин пишет портрет Бурлака. Место для вернисажа выбрано не случайно. В Думу после снятия ограничительных мер снова будут заходить школьники и студенты, которые смогут познакомиться с историей родного края. Кроме того, депутаты отмечают, что подобные проекты помогут повысить туристическую привлекательность области. Мне очень понравилось предложение, конечно, чтобы расширить возможность Ширяевского музея сейчас, чтобы там была гостиница. Гостиница не такая, как для проживания людей, приехал-уехал. Чтобы там жили художники, чтобы они пропитывались этим духом, чтобы они понимали, что классик, художник, он писал здесь. Ведь, скажем, все наметки его были сделаны к картине «Бурлаки на Волге» именно здесь. И потом он ее закончил. Это произведение, которое знает весь мир. После небольшого пребывания в здании Самарской губернской думы выставка переедет в Тольятти и завершит свое путешествие 5 августа, в день рождения Льерепина, в его доме музеев Ширяева, который станет местом постоянной экспозиции и работ Александра Баканова. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.